Это кадры 2001 года. Во Владивостоке презентуют самую длинную в России фотографию. А это уже наши дни. Автор выставки, фотохудожник Михаил Павин отмечает юбилей. Прошло 15 лет, а у проекта новая жизнь. Я из этого выстроил фотофильм. И здесь вот в экспозиции я тоже не поленился и сделал уменьшенную копию, чтобы можно было именно этот фильм как бы просмотреть. Фильм длится 13 минут, он отражает идею цельной композиции. На снимках обнаженные части тела, маски, девушки, крыши домов. Фотографии идут в определенном порядке. Для того, чтобы понять задумку, нужно либо полностью отсмотреть видеоряд, либо встать в центр зала галереи и по часовой стрелке разглядеть каждый снимок. Ну это как бы мой ответ Роджеру Уотерсу с его стеной. Только там он говорит о том, что людей разъединяет. А я пытаюсь сказать, что людей объединяет, чтобы это объединяющее начало все-таки как-то укреплять и развивать. Пока мы вообще друг друга не поубивали. Проект называется «Первое измерение». Черно-белая фотография зарегистрирована как национальный рекорд. Длина работы 66,5 метров. На воплощение задумки ушло около четырех месяцев. Михаил сам придумал технологию ручной печати и построил для этого специальный станок. Самое главное может быть и не фотография, и не юбилей, а феномен самого Миши Павина. Потому что мне кажется, пока в художественной жизни Владивостока присутствует Михаил Павин, то вот этот креатив, вот это некое будораживающее творческое начало, оно всегда будет жить. У Михаила за плечами более 60 выставок по всему миру. Первый вернисаж был на ледоколе адмирала Макарова еще в 83-м году. Тогда его поддержали моряки, сегодня весь Владивосток. Мы все гордимся тем, что вместе с нами такой рядом человек, он еще делал самую толстую фотографию, вы знаете, да, там что-то 6 сантиметров толщиной. Михаил Юрьевич, он всегда интересен, то есть, собственно говоря, он отличен, ярок всегда, не обучен. То есть, каждая выставка, она всегда имеет какой-то интерес. Выставка проходит в галерее «Арка». До 15 октября измерить длину фотографии и прикоснуться к современному искусству сможет любой желающий. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на 8.